В Твери началась подготовка к масштабному ремонту и благоустройству. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» уже не первый год находится под пристальным вниманием общественности. Предстоящую ремонтную кампанию обсудили в администрации на Совете ТОС, который провел глава города Твери Алексей Огоньков. Первое в этом году заседание Совета ТОС проходит без масок и в очном формате. Традиционно в начале весны активные жители и представители администрации города обсуждают ремонт дорог, который будет проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Вы знаете, что каждый год в следующий год мы очень серьезные программы выполняли, очень много чего сделали. Такие же планы у нас и на этот год. Надеемся, что они тоже осуществятся. 49 объектов общей протяженностью более 50 километров. Таковы планы на текущий год. Заместитель главы администрации Денис Черных рассказывает общественникам, какие улицы преобразятся в этом строительном сезоне. Мы планируем двухлетний большой проект реконструкции автомобильной дороги именно от этого места, то есть от Исаевского ручья до границы города. Еще один объект, к которому мы надеемся, что приступим, сейчас находится он уже в торгах, это участок дороги по улице Левитана от улицы Можайского и до дома номер 52. Протяженность участка – это новая дорога, 370 метров, и будет небольшой отворот 110 метров в сторону Савологодска, в сторону Фока имени Аркокахмерова. Все объекты отбирали тщательно, исходя из целого ряда критериев, в том числе с учетом запросов и рекомендаций жителей города. Поэтому участники совета задавали много уточняющих вопросов. Саново – это придомовая территория. Когда закончили ремонт сквера, обещали нам там восстановить дорожное покрытие, потому что ходили большие машины, ямы образовались. Я боюсь планировать, но процентов я там 90, а мы не взяли. Также на совете обсудили реализацию программы формирования комфортной городской среды. Подгодовительные работы на объектах-победителях голосования прошлого года уже идут, а 15 апреля стартует рейтинговое голосование, и все желающие смогут выбрать объекты благоустройства на 2023 год.